В Йеменском городе Иб продолжаются ожесточённые бои между военными лояльными нынешнему президенту страны и повстанцами-хуситами. В течение месяцев значительные территории Йемена были под контролем хуситов. Теперь же военные при поддержке коалиции арабских стран постепенно отвоёвывают захваченные города и населённые пункты. В Ибе проживает около 200 тысяч человек. «Мы призываем армию сопротивления продолжать противостоять хуситам. Люди вас поддерживают. Победа приближается». В понедельник коалиция стран по главе Саудовской Аравии нанесла авиаудары по аэропорту прибрежного города Хадейда на северо-западе Йемена. Во вторник поступила информация о том, что бои между военными и боевиками-хуситами вспыхнули в центральных провинциях Эль-Бейда и Шабва. Тем временем заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросом Стефан О'Брайен продолжает посещать города Йемена, чтобы оценить, в каком положении находится мирное население. «В страну он приехал 9 августа. Сейчас он в городе Амран, который значительно пострадал в результате боёв. Многие люди бежали из домов и прячутся в школах». «Я здесь, в Амране, чтобы своими глазами увидеть последствия ужасного конфликта, который стал настоящим кошмаром для жителей Йемена». Более 4 тысяч человек погибли в конфликте, который перерос в гражданскую войну в марте этого года. Ранее хуситы захватили столицу Сану и стали продвигаться к южному городу Аден. 26 марта Саудовская Аравия и коалиции арабских стран начали авиаудары по позициям боевиков. С того момента хуситы оставили некоторые захваченные территории. При этом авиаудары нанесли большой урон инфраструктуре городов. Многие жители страны отрезаны от медицинской помощи и электричества. Сотням тысяч не хватает еды и предметов первой необходимости. Среди них 850 тысяч детей, которые страдают от недоедания. В ООН ситуацию в стране называют гуманитарной катастрофой». Редактор субтитров А.Семкин